В это утро хочу поговорить с вами о том, как быть мужчиной. Это не касается женщин. Синди, мне нравится, что ты женщина. Я не хочу, чтобы ты становилась мужчиной. Однако вы, женщины, сможете лучше понять вашего мужчину, может, вашего отца. Вы узнаете о них гораздо больше в течение этой проповеди. Поэтому прошу вас всех слушать внимательно. Бог дал мужчинам серьезную ответственность, которую мы должны нести. Поговорим об этом. Потому что порой быть мужчиной очень непросто. Бог ожидает от нас определенного поведения. И я говорю сейчас о благочестивых мужчинах. Мужчины этого мира, которые не посвятили Богу свою жизнь, могут до сих пор вести себя как мальчишки, для которых все вокруг лишь игра. Они эгоистичны. Я говорю о мужах Божьих. Мужи Божьи призваны отличаться, быть людьми, иного духа. К примеру, Иисус, Новин и Халиф, они были людьми иного духа. Когда мы рождены свыше, внутри нас уже совсем иной дух. У нас уже совсем другое призвание. Бог ожидает от нас, как от мужчин, того, что кажется сложным и удивительным. Если мы мужчины, то мы призваны вот к чему. Во-первых, мы призваны позаботиться о себе. А иначе как мы позаботимся о других? Когда парни приходят с намерением ухаживать за кем-то из моих дочерей, я говорю им, «У тебя должна быть работа, автомобиль, ты должен обеспечивать себя». Я сказал это жениху моей дочери Ханны. Он согласился. Если хочешь ухаживать, ты должен сам твердо стоять на ногах. Бог желает, чтобы мы оставили мальчишество и становились мужчинами, дабы научились заботиться о себе, а не ожидали, что это будут делать за нас другие люди, родители или государства. Мы должны научиться зарабатывать на жизнь и быть способными обеспечить семью. Бог многого ожидает от нас, как от мужчин. Мы должны быть способными позаботиться о нашей семье. Мы не должны думать, что может дать нам наша супруга, но что я, как муж, могу дать ей. Это то, что делает любовь. Мы смотрим, как мы можем позаботиться о своей супруге и о наших детях. Но быть способными позаботиться о жене и детях — это еще не все, что ожидает от нас Бог. Бог поручил нам позаботиться о наших родителях, как о родителях жены, так и о ваших отцах и матери, когда они состарятся. Кстати, в Писании сказано, «Кто не заботится о домашних своих, тот хуже неверного». Итак, мы, мужчины, должны заботиться о жене и детях, должны заботиться о родителях, как жены, так и своих собственных, но и это еще не все. Бог ожидает, чтобы мы заботились о церкви. Потому что для того, чтобы церковь Божия процветала, чтобы распространялось царство Божие, необходимо, чтобы каждый мужчина понимал, что это часть его ответственности. Ваши дары, таланты и ресурсы должны быть направлены не только на служение вашей семье, самим себе и родителям, но также на служение церкви. И не только церкви. Я призываю вас не закрывать глаза на нужды бедных, на нужды сирот и вдов. Служите им. Бог ожидает, что вы, сотворенные по его образу и подобию, исполните великое поручение и понесете Евангелие по всему миру. Кто-то из вас, мужчины, вы пришли сюда и задаетесь вопросом, «Как я могу применить свою жизнь?» Теперь вы знаете, что Бог ожидает от вас. Это то, к чему Бог призывает каждого мужчину. Если мы оправдываем его ожидания, мы поступаем правильно. Это правильно. В Писании, в Первом Послании к Коринфянам, есть прекрасное место. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны». Вот так вот, будьте мужчинами. И будьте тверды. В этом мире сейчас идет огромная атака на мужественность мужчин. Мир хочет, чтобы мужчины стали как девочки. В телешоу только и видно, мужчина — это пустое место. Женщина им помыкает, как хочет. Они хотят, чтобы мужчина выглядел, как недалекий балован. Его хотят сделать слабаком. А что говорит Бог? «Мужчина, ты не слабый, ты сильный». Бог ожидает, что ты будешь твердым и мужественным. Будь сильным мужчиной. Бог очень часто призывает к этому в Библии. И Он говорит, «Все у вас добудет с любовью». Это главная мотивация жизни. Если вам не хватает огня, значит, вы утратили любовь. А если вам недостает любви в сердце, вам нужно просить ее у Бога. Просите Бога войти в вас, потому что когда Он внутри вас, вы получаете мотивацию для жизни и способны любить людей. И вы делаете то, что ожидает от вас Бог, потому что в сердце есть мотивация любви. Мужчина должен быть сильным и должен уметь любить. Мужчина сильный, но он умеет любить. Да, дорогая моя? Я прав? Мы должны любить Бога и любить людей. Третья книга царств, вторая глава, второй стих. «А вот я отхожу в путь всей земли». Это Давид говорит Соломон. И он дает ему напутствие. «Ты же будь тверд и будь мужествен». Мужчины, если вы хотите взять что-то для себя сегодня, то запомните эти слова. «Будь тверд». «Будь тверд». Это то, что говорит тебе Бог сегодня. Мужчины, некоторые из вас сражаются в той или иной сфере, но я хочу, чтобы вы были сильными. Бог говорит, «ты сможешь». «Ты же будь тверд и мужествен». Наступает время в жизни, когда ты выходишь из младенчества и начинаешь вести себя как мужчина. У нас в семье есть традиция. Когда ребенок достигает 13-летнего возраста, мы проводим беседу о том, что такое взрослая жизнь и какую ответственность она включает. В доме происходит специальное служение, когда девочка или мальчик, которому исполняется 13, принимают благословения от отца и от матери. Происходит переход от мышления и поведения ребенка к взрослому мышлению и к взрослой модели поведения. Кстати, сейчас то время, когда мы служим нашей дочери Мерси. Они с Синди ездили в путешествия, и на этой неделе мы полностью доверили Мерси заботу о доме. Она убирает, готовит, управляет, принимает гостей, занимается хозяйством. Так что молитесь, а нас... Шучу, я уверен, Мерси справится. Она уже готовится к этой ответственной роли, и в субботу мы помолимся за нее, потому что наступает время, когда ребенку пора взрослеть. Многие мужчины выросли, но все еще играют в игры, вместо того, чтобы стать воинами, вместо того, чтобы научиться трудиться и быть мужчиной, исполнять призвание, которое доверил нам Бог. То есть уметь позаботиться о себе, о своей семье, о своих родителях и родителях жены, позаботиться о церкви, о нуждающихся, и достичь Евангелия, этот мир. Мужчины, на нас лежит огромная ответственность. Если вы мужчина, и вам скучно живется, значит, вы не поняли своего призвания от Бога. Потому что у нас впереди много дел, друзья. Вот что мы должны знать как мужчины. Бог рядом, чтобы помочь нам. Вы смотрите на задачу, поставленную Богом, и она вас пугает. Может, вы говорите, «Пастор, о, мне с этим никак не справиться. Я вообще не представляю, как мне это удастся». Послушай, ты не один. Невозможное человеку, возможно, Богу. К моменту, когда я закончу проповедовать, вы почувствуете себя великаном под три метра и будете готовы разрывать пастель вам. Потому что вы осознаете, какие вы сильные и крепкие. Мы мужчины и должны быть сильными. Итак, что Бог дал нам, чтобы нам помочь? Он дал нам три вещи. Во-первых, Он дал нам смелость. Он сделал нас отважными, потому что мужчине требуется смелость. Как написано в книге Иисуса Новина, первой главе. Кто был Иисус Новин? Простой человек. И когда Бог дал ему поручение, он был ошарашен. Как? Я смогу это сделать. Поэтому Бог ободрил его. У нас у всех внутри дух, который нуждается в ободрении. И сегодня во время этой проповеди Бог желает ободрить вас, мужчины. Он желает ободрить тебя, Джон, тебя, Крис. Ободрить вас, чтобы вы были мужчинами, исполняющими Божие призвание. Бог желает даровать нам вдохновение. Что Он сказал Иисусу? Он ставит перед Ним задачу. Будь тверд и мужествен. Мы видим это снова и снова. Бог желает, чтобы мы, мужчины, были сильными и смелыми. Будь тверд и мужествен. Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Позвольте вам кое-что сказать, мужчины. Вы те, кто поведут вашу семью к обетованиям Божиим. Перестань ожидать, что это сделает твоя жена. Перестань ожидать этого от своих детей или от кого-то еще. Это ты поведешь их туда. Будь тверд и мужествен. Сделай это. Мужчины. Мы должны повести церковь в новый период. Время достижения этого мира для Иисуса. Мы увидим тысячи людей, которые будут приходить к Богу и менять свои жизни. Мы будем разорять ад и заселять небеса. Мы будем ездить в другие страны и приводить людей к Богу, принося перемены в этот мир. Это сделает не тот, кто сидит рядом с тобой. Никто-то, кого здесь нет, это сделаешь ты. Прекрати смотреть по сторонам, ища кого-то, кто сделает это за тебя. Будь мужчиной. Не пытайся найти отговорки. Ну вот не знаю, а где я возьму деньги, как я смогу еще кому-то помочь. Мы должны видеть нужду и отвечать на нее. Мы должны иметь желание идти туда, где боль. И ничего не бояться. Делать шаг вперед, а не шаг назад. И не бояться трудиться, но быть всегда готовы на доброе дело. Я сказал своим мальчикам, «Ребята, если мы трудимся, то вы не играете где-то, не бездельничаете, а тоже, засучив рукава, работаете вместе с нами». Потому что мы мужчины, мы видим нужду и решаем ее. «Бог говорит Иисусу на вину. Только будь тверд и очень мужествен». Снова эти слова. И дальше он дает ему наставление. «И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Для нас сегодня это означает исполнять то, что завещал нам Иисус. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. То есть поступать так, чтобы иметь успех. Иметь успех во всем, что вы делаете. Бог говорит, «Если ты послушаешься Меня, если ты будешь тверд и мужествен, и будешь отражать своей жизнью Слово Мое, если твои действия будут соответствовать Моему Слову, то во всем, что ты будешь делать, ты будешь успешен». Он не сказал, что ваш успех зависит от вашего образования, отчета в банке или от того, в какой вы живете в стране. Это не зависит от того, кем были ваш отец и мать. Главное, чтобы вы погружались в Слово Его. Если вы погружаетесь в Слово, и Слово проникает в вас, то что бы вы ни делали, вы будете успешными. Ты будешь успешным сварщиком, инженером, адвокатом. Ты будешь успешным отцом для своих детей. Ты будешь успешен во всем, что бы ты ни делал. Этому мы должны учить своих детей, и это мы должны внушить себе. Итак, мы продолжаем. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Только тогда». Итак, ты должен быть тверд и мужествен. Мы должны стараться своей жизнью соответствовать тому, что сказано в Библии. Только тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Вот, я повелеваю тебе. «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ничего не бойся». Если тебя одолевает страх, делай так, как делаю я. Возьми себя в руки и скажи «Я не боюсь». «Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Если ты поедешь в Техас, Бог будет с тобой. Ты нашел новую работу, Бог с тобой. Едешь в Алабаму, Бог с тобой. Если едешь в Калифорнию, ну да, Бог с тобой, конечно. Но Бог с вами, друзья. Он рядом с вами всегда. И мне нравится это местописание, второе послание Тимофею, первая глава, седьмой стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Он говорит, внутри нас живет иной дух, не такой дух, как у мужчин этого мира. Те, кто не знают Бога, это люди совсем другого духа. Их может одолевать страх, а внутри нас живет дух живого Бога. Дух, живущий внутри нас, желает изменить мир. Я не буду страшиться и ужасаться, потому что Бог со мной. Кого мне бояться, если Бог со мной? Если Бог за меня, кто может быть против? Он мой чемпион. Я не буду бояться смерти. Не буду бояться людей. Не стану страшиться бесов, потому что Бог со мной. Я сильный и твердый. Я полон любви Божией. Я готов изменять мир. Я дисциплинирую себя. Я борюсь со своей плотью. Я сам диктую, что ей делать. Я дисциплинирую себя, чтобы накопить деньги и не делать того, чего не должен делать, чтобы я мог позаботиться о моей семье, позаботиться о своих родителях и родителях жены, позаботиться о церкви и о бедных, распространять Евангелие Христа по всему миру. Это призвание каждого мужчины. И для того, чтобы идти этим путем, нужна смелость. Мужчины, Господь призывает вас быть твердыми и мужественными, ходить в любви и соблюдать духовную самодисциплину. И Господь, Бог ваш, будет с вами, и Он сделает вас успешными в этой жизни. Это сделает Господь. Вы не можете прийти к этому сами. Это будет рука Господа. Мужчины, будьте тверды и мужественны. И второе, что Бог дает нам, чтобы нам помочь, это поддержка. Мы имеем поддержку от Бога. Он дает нам смелость. Он вложил в нас иной дух. Покажу вам, о чем это я. Быть сие, 2 глава, 18 стих. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Женщины, настала пора вам внимательно послушать. Я призываю каждую жену стать надежным тылом своего мужа. Вы должны быть для него поддержкой, верить в него. Говорите в адрес мужа созидательные слова. Он был создан для того, чтобы прославлять Бога и делать все то, для чего его Бог призвал. Я уже перечислил вам весь список. Жены, ваша ответственность в том, чтобы стать надежным тылом для мужа и помочь ему это осуществить. Мы должны помочь своим родителям осуществить их призвание, помогать нашим отцам. Ной не смог бы построить ковчег, если бы был один. Ему нужна была помощь жены и помощь его сыновей, помощь его дочерей. Он нуждался в них. И также каждому мужчине нужна поддержка семьи. Мы нуждаемся в том, чтобы наша семья была рядом и в нас верила. Но, пастор, ты много не знаешь о моем муже. Я знаю одно. Он был создан для великого. Я знаю точно, что если ты своими словами будешь его унижать, это ему не поможет. Твой муж нуждается в том, чтобы твои слова окрыляли его. Помню то время, когда был слаб и занимался всякой ерундой. Моя жена не проклинала меня, а благословляла. И в результате ее благословения я стал тем, кем Бог предназначил мне быть. Поэтому, жены, у вас важная роль. Вы помощницы. Дети тоже следуют за отцом и помогают ему исполнить эту миссию. Заботы о семье, о бедных, о церкви. Миссию достижения мира для Христа. И мы должны быть поддержкой для своей семьи. Я призываю всех жен и детей поддерживать мужей и отцов. Я помню, когда дети были маленькими, я подходил к холодильнику и порой съедал то, на чем была наклейка. Наклейка означала, что это трогать нельзя. Это нужно для приготовления чего-то. Порой я не замечал наклейку и съедал то, что не положено брать. Помню, дети подбегали к Синди. «Мама, папа съел то, что нельзя есть. Ты нам запретила это брать, а папа взял и съел». На что Синди отвечала, «Ваш папа — глава семьи». Это он заплатил за всю нашу еду. Если папе сильно хочется, пусть ест. Я всегда могу съездить в магазин и купить еще. Так что не приходите и не ябедничайте мне на папу. Знаете, что слова «моей жены» значили для моих детей? Этот человек важный в этом доме. Моя жена созидала свой дом. Говорите слова жизни в адрес ваших мужей. Жизнь и смерть во власти языка. Пусть на вашем языке будет жизнь. Провозглашайте жизнь. Начните говорить ему, «Ты самый лучший мужчина в моей жизни. Ты для меня самый красивый». Не нужно врать, но найдите, что сказать созидательное. Я шучу. Конечно, он для вас самый красивый. Найдите в нем позитив и говорите ему об этом. Скажите, «Ты такой трудолюбивый. Я так тебе благодарна, что ты и о том заботился, и об этом заботился». Пусть в ваших устах будут слова жизни. Нам нужна ваша поддержка, чтобы исполнить все то, к чему Бог нас призвал. Ваша роль крайне важна. И мне нравится место из 53-го псалма. Нам нужна поддержка в семье, но кроме этого. «Вот, Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою». Да, это так. И место из Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Обратите внимание на эти слова «другого утешителя». Да пребудет с вами вовек. Мы живем в обществе, где царит феминизм и либерализм. Женам не нравится, что их называют помощницами. Мы равны. Да, мы равны по важности, но у Бога во всем порядок. Послушай, нет ничего оскорбительного в том, что ты помощница. Иисус называет самого Духа Святого помощником. Это в отчетном. Ты в прекрасной компании. Ты в компании с Духом Святым. Итак, мы имеем поддержку семьи, поддержку Бога. Бог говорит тебе «Я с тобой». Тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. Я вложил в тебя Дух мой. Ты зеница ока моего. Кто прикоснется к тебе, тот будет иметь дело со мной. На нашей стороне сам Бог. Надо же. Но если дела обстоят именно так, мы не можем проиграть. Мы должны быть успешными. Мы не можем проиграть. Когда ты смел и тверд, и когда твоя семья верит в тебя, когда твой Бог верит в тебя, то, помимо всего прочего, ты имеешь поддержку своей церкви. Посмотрим место из послания к Ефесиным. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. А теперь внимание. К совершению святых, то есть для того, чтобы их снабдить всем необходимым. На дело служения для созидания тела Христова. Наша ответственность, как лидеров, вдохновить вас на дело служения. А вы должны быть готовы принять на себя ответственность. Мы, лидеры, показываем вам возможность, говорим, где вы можете послужить Богу. А вы подставляете руки. Бог обещает, что вы будете оснащены всем необходимым на дело служения. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, вот что здесь сказано. Итак, мужчины. Господь окружил вас поддержкой со стороны жен, детей, лидеров церкви, других людей. И Духа Святого, дабы вам быть мужчинами. Какими Бог призвал вас быть и осуществить все то, к чему призвал вас Бог. Мужчины, у нас все есть для этого. Мы можем позаботиться о себе, о своих семьях, о своих родителях, о своих родителях и родителях жены. Мы можем позаботиться об этой церкви, позаботиться о бедных. И к тому же убедиться в том, что мы достигаем мир Евангелием. Мужчины, мы способны на это. У нас есть смелость, есть поддержка. И мне нравится, что Бог дает нам внутреннее рвение. Кто переживал это побуждение от Бога внутри? Хочу получить преимущество от Бога. Знаете, какое преимущество нам дает Бог? Расскажу вам. Это крайне важно. Бог дарует нам свою благодать. Я сказал, Бог дарует нам благодать. Бог дает нам свою благодать. В Евангелии от Луки сказано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом», то есть он становился все сильнее. Наш Спаситель не был каким-то тюфиком, он был сильным и твердым. И когда после смерти Иисуса Пилат попросил убедиться, что он действительно мертв, потому что Иисус был крепким мужчиной, все знали, что он очень сильный. И тут сказано, он укреплялся духом, исполняясь при мудрости, и благодать Божия была на нем. Слышите? Благодать Божия была на нем. Послушайте, если на вас благодать Божия, то вы сильны. Если без благодати Божией вы, скажем, на определенном уровне, то когда на вас Божия благодать, вы подниметесь намного выше. Благодать — это катапульта. Благодать резко поднимает вас вверх. Раз, и вы уже на высоте. На вас Божия благодать. И вот посмотрим Евангелие от Иоанна 1 главу 16 стих. Люблю это место. И от полноты Его все мы... Что? Не собираемся принять, а уже приняли? Нам уже дана вся полнота Его благодати. А еще благодать на благодать. Эта благодать никогда не истощится. Если ты в чем-то нуждаешься, благодать все восполнит. Но, пастор, ты не понимаешь. Я опять наломал дров. Да, но для этого и нужна Божия благодать. Бог дает тебе еще шанс. Он позаботится о тебе, не опуская руки. Бог защитит тебя. Он поднимет тебя и благословит. Его благодать никогда не истощается. Она никогда не закончится. Вот вам определение благодати. Благодать — это добрая воля, милость и благоволение, которое Бог изливает на нашу жизнь, чтобы дать нам божественную поддержку. Я говорю о поддержке со стороны Бога, о божественной поддержке, которую мы имеем. Бог творит удивительные вещи. Он приходит и помогает нам, мужчины. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!